Философия жизни Философия жизни является иррационалистическим направлением европейской философии, зародившейся в конце XIX века и изучающим жизнь из нее самой. Крестным отцом этого течения считается Артур Шопенгауэр, собственно, первым ее представителем считается Фридрих Ницше, последствия ее развили Анри Бергсон, Вильгерем Бильте и Освельд Шпенглер. Философия жизни не является учением о жизни, а способом философствования, рассуждения, который стремится понять жизнь. Характерным для этого течения являлось большее внимание к проблеме человека, попытки рассмотреть его в целостности и во всем многообразии его душевных сил, или выделить отдельные аспекты его природы в качестве основных фундаментальных, воля у Шопенгауэра, воля к власти, Ницше. Философия Артура Шопенгауэра была идейным источником философии жизни. Основное произведение, автором которого был Шопенгауэр, «Мир как воля и представление». За своим характером она была очень пессимистична, по-своему напоминала буддизм, всякая жизнь, страдания. Неизбежность страданий по Шопенгауэру заключена в самом существе жизни. Окружающий мир не имеет целостности, он незакономерен, не подконтролен разуму и подчиняется только другим силам. Например, воля. Воля намного сильнее разума, ибо многие наши поступки продиктированы не доводами разума, а желанием и инстинктом. Разум за Шопенгауэром подчинен воле. Воля – центральное понятие философии Шопенгауэра. Только она способна определить все сущее и влиять на него. Воля – это идеальная сила и высший космический принцип, который лежит в основе построения мира. Воспринимая мир как сострадание, человек, по мнению Шопенгауэра, должен умертвить волю к жизни. Если нет желания, нет и воли. Нет представления, нет мира, нет сострадания. Жизнь человека превращается в ничто. Ницше испытал сильное влияние Шопенгауэра. Он в своей философии тоже обращается к воле, но это не была воля как объект, а воля субъекта к жизни. Она называлась по-разному – воля к власти, воля к силе и символизировала энергию, силу человека и его стремление. Цель философии Ницше – помочь человеку приспособиться к жизни и максимально реализовать свои возможности. В основе жизни лежит воля. Воля к жизни, воля к власти. Ницше выдвинул идею о сверхчеловеке. В своих работах он создал идеалы этого человека, называемого белокурой бестией, новым варваром, отдавшимся инстинктам дикого зверя. В своей деятельности сверхчеловек руководствуется не столько разумными началами и нормами, сколько физиологическими потребностями и стремлением к власти. Одновременно, как считает Ницше, этот супермен наделен высшими качествами и должен создавать более совершенные формы жизни и отношения в обществе, которые должны выращивать сильных личностей. Свою же философию Ницше назвал антихристианской. Антихристианство Ницше было протестом против несвободы, поэтому надо отказаться от христианской морали, морали рабов и признать мораль господ, не знающих жалости и сострадания. Ницшинская философия жизни была направлена на то, чтобы разбудить человека от сна обыденности и сказать ему, ты должен стать тем, кто ты есть. У французского философа Анри Бергсона аналогичным понятием является жизненный порыв. Жизнь – это непрерывное творческое становление. Материя – костное начало бытия, сопротивляясь, подчиняется жизни. Эволюция природы благодаря этому становится творческой эволюцией. Мерк предстает как единый, непрерывный и необратимо развивающийся, спонтанной и непредсказуемой. Рождая все новые формы, он находится в состоянии непрерывных становлений. Человек приспособился к материальному миру с помощью интеллекта. Интеллект разделяет мир на тела, элементы, а затем конструирует из них искусственные единые картины мира. Интеллекту недоступен жизненный порыв. Его познание возможно только на основании интуиции. Интуиция позволяет проникнуть в самую суть вещей. Интуиция – основа духа, сама жизнь. Задача философии – помочь человеку овладеть интуицией. В философии жизни вот лишь некоторые из общефилософских проблем, рассмотренных в чрезвычайно емкой книге поздного Дельтея. Книга Дельтея – классический пример применения исторического метода в области наук о духе. Попытка выявить сущность философии с систематической точки зрения предпринимается Дельтеем лишь для того, чтобы стала ясна несостоятельность такого подхода. Лишь историческая точка зрения открывает подлинную сущность философии как изначального и неустранимого духовного стремления, заложенного в самой структуре человека, исторического существа, порождения времени. Только осознание духа как мира по преимуществу исторического позволяет увидеть, что различные исторические формы философии и в самом деле образуют духовное единство. Субтитры создавал DimaTorzok